Доброе утро! Спасибо огромное, что в такую рань пришли. Анна уже это отметила. Позвольте представить моего коллегу, это Игоря Андреевича Майспанов, креативный директор Международного брендингового агентства «Майлбери». Меня зовут Алексей Пинполь, я руковожу стратегическим отделом директора по стратегии Международного брендингового агентства «Майлбери». Так что повелось, что в нашей индустрии это индустрия директоров, как бы смешно это ни было, я бы хотел начать с очень простого вопроса. Кто из вас, из присутствующих здесь в зале, сегодня утром уже успел сделать что-то хорошее по отношению к другому человеку? Что-то хорошее, что-то доброе? Поднимите руки. Примерно, наверное, 10 или 15%. В понедельник еще весь день я очень рекомендую подумать об этом, подумать о тех, кто рядом с вами, потому что непосредственно фестиваль посвящен именно влиянию на общество, влиянию креативных индустрий на людей. И, конечно, очень важно, что человек человеку должен быть не волк, человек человеку должен быть человек, и он должен оставаться именно таковым. Я немного поговорю в самом начале про то, что меня волнует, поделюсь своими размышлениями, а потом мы с Игорем Андреевичем расскажем про проект, который мы запустили этой весной. И, собственно, почему мы все здесь сегодня находимся, что объединяет такие разные направления в околокреативных и околомаркетинговых индустриях, что общего между рекламными коммуникациями, маркетинговыми проектами, CJM, UX, соушел-мидиа и, конечно же, брендингом, который, как мы считаем, и, как сказал Александр, является такой платформенной основой, неким базисом, на котором потом отстраиваются все остальные коммуникации. Это красивое греческое слово «энпатия». В принципе, язык определяет то, как мы мыслим, то, как мы размышляем, и поэтому очень важно происхождение слова, которое состоит из приставки «в» и «пафос» — это чувство, страдание, ощущение, то есть это «вчувство», это способность одного человека поставить себя на место другого и сопереживать его текущему состоянию. При этом очень важно адекватно сохранять понимание того, что состояние этого человека вызвано какими-то внешними обстоятельствами. И мы убеждены, что в целом эмпатия является главной движущей силой и энергией вообще в креативных индустриях и непосредственно в брендинге. Потому что как можно разработать потребительский путь для отдельного проекта, если ты исключаешь из этого эмоции людей, которые по этому пути пойдут? Или как я могу консолидировать огромное количество стейкхолдеров вокруг смыслов и разработанной стратегии, если я не сопереживаю и не отождествляю себя с этими людьми? Но у эмпатии есть обратная сторона. Она связана с тем, что постепенно она не растает и требует включенности и вовлеченности в общество, в то, как мы влияем на других людей. И здесь возникает, конечно, разрыв, особенно связанный с коммерческой индустрией, потому что с течением времени, находясь исключительно в поле коммерческих проектов, нам не достает вот этой эмоциональной включенности в общество и в то, как мы влияем на других. Мы вот с коллегами, с Игорем Андреевичем все время завоемся вопросом, как же нам влиять на общество, и про это тоже сегодня поговорим. В более прикладных индустриях, где можно пощупать, потрогать товары, есть возможность реализовывать чуть-чуть по-другому свое воздействие. Вот, например, английский дизайнер из Лондона, родом из Кент, Кристофер Риберн, придумал и разработал оригинальный дизайн на поясной сумке, которая стоит чуть дешевле средней ночи в гостинице в Лондоне, около 100 фунтов. Эта сумка произведена из полиэтилен-терафталата. Это обыкновенный термопластик, который ежедневно тоннами вылавливается из океана и достается из пасти бедных китов. И поверх этого материала он придумал разместить принт, который взят от НАСА. Это фотография из земли, сделанная со спутника, которая позволяет увидеть эффект от фундаментальных климатических изменений, которые происходят сейчас благодаря глобальному потеплению. И спозиционировал целую линейку своих вещей. Там сумка, штаны, футболка из шелка, назвав это все «lightweight and luxurious feel». Другой пример. Одна малоизвестная международная компания, которая занимается производством мебели и аксессуаров для дома, позволяет себе вместе с двумя некоммерческими организациями, «Millbet and Access Israel» в Тель-Авиве, запустить проект, в рамках которого они разрабатывают целую систему инструментов, средств, так называемых «тулов», которые позволяют улучшить повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями, элементарными в пространстве своего дома. Как они садятся и встают с дивана, как они открывают холодильник, как они включают свет. Здравствуйте, я Элдар, 32 лет назад. Хотя я имею пульс, я делаю все, что я могу, чтобы проводить себя, как все остальные. Но в моем доме, из всех местах, я окружаю с фурнитуцией, кроме «крипл». Я бы хотел сидеть на обычной сухой, без страха, я не смогу прийти, чтобы открыть обычную комнату, или даже, чтобы включить обычную лампу. One in every 10 people in the room is a disabled person. The IKEA design vision gave birth to the Disables project. Smart hacks making IKEA's best-selling items accessible. The project was created in collaboration with two NGOs, Milbot and Access Israel, and started off in the IKEA store with a hackathon of product engineers and disabled people that enabled better understanding of their needs. At the end of the developing process, 13 new products were born, Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 стала победителем. И, собственно, с февраля началась наша работа по созданию обновленного бренда для моторики. И, собственно, первый этап был как раз стратегический. О нем более подробно расскажет Леша. Ну, соответственно, фундаментальным и самым важным моментом в социальных проектах является то, как мы структурируем проект. И очень важно отнестись к этому со всей ответственностью и тупо структурировать проект как коммерческий с точки зрения коммерческого хода. Соответственно, это команда, это структура, это периоды, это встречи. И, собственно, только тогда можно добиться результата. Потому что, если делать свободное от работы время на выходных ночью, из этого ничего не получится. Что было важно в этом проекте? Это, наверное, три момента с точки зрения стратегии. Первое – это то, что основным конкурентным окружением является не Табок, не Асюр, не другие инновационные гиганты, которые работают в сфере протезирования, а в первую очередь темнота, стигматизация проблемы, общественное недопонимание, страх и боль, которые, собственно, существуют в этой среде. И это и есть, собственно, главная конкурентная боль и проблема в проекте, непосредственно невежество. Вторая история – это сам контекст рынка, который связан с тем, что рынок очень сильно зарегулирован, в обществе страх и стыд перед инвалидностью. И самое главное, что сами люди с ограниченными возможностями, они не осведомлены тем, куда они могут обратиться и какие существуют технологические инновации. Еще одна вводная, важная, это непосредственно бизнес-модель. Компания Amatorica проходила через трансформационный сдвиг. То есть это компания, которая просто занимается производством протезов. Они пришли к полноценной многоуровневой системе. По большому счету мы помогли им идентифицировать себя уже в точке B как новый бизнес. Это команда, которая поддерживает экосистему по жизненному сопровождению и улучшению протезных технологий для человека. И помимо тяговых протезов для детей, биометических протезов для взрослых, были отдельные программы по внедрению инноваций. Это интернет вещей, это PayPass. Можете себе представить, насколько сложно человеку, у которого только одна рабочая рука, расплатиться в магазине с покупками и насколько облегчается его повседневная жизнь, когда PayPass интегрирован в протез. К этому еще добавляются отдельные управления комьюнити, поддержка всех участников Моторики, как сама компания называет своих пользователей и юзеров Моториканцы. И еще одна важная вещь – это отдельная программа по VR-реабилитации, то есть по VR-поддержке через свои технологии. И последний момент важный при разработке стратегии, он связан с большим количеством целевых аудиторий. Помимо конечных целевых аудиторий родителей и детей, есть протезисты, протезные предприятия, венчурные инвестиционные фонды, к которым нужно обратиться, чтобы привлечь средства, B2G и различные фонды по сбору средств. И, собственно, основной инсайт, который был разработан по итогам первого ресерча, «В России, столкнувшись с такой серьезной проблемой один на один, понимаешь, что жизнь уже не будет прежней, некоторые возможности утеряны навсегда, а новых, скорее всего, не появятся. Нужно учиться отказываться от своих желаний, амбиций, ведь чудес не бывает. Вопрос – почему нужно с этим мириться, когда мы живем в мире, где технологии позволяют качественно улучшать жизнь свою и жизнь людей с ограниченными возможностями? Мы увидели то, что протез как предмет позволяет вернуть утерянные возможности, а непосредственно от бренд-моторики с точки зрения своей стратегии стеряет границы и дает дополнительные сверхвозможности. И, по большому счету, моторика – это инновация в протезировании, которая меняет вообще взгляд на человеческие возможности. И мы пришли к такой идее, что для того, чтобы вдохновить людей и дать им силу, энергетическую поддержку, мы должны сообщить о том, что у них есть возможность сделать качественный шаг, качественную ступень и перейти на новый уровень. И появилась такая простая идея, завязанная на концепции слова «супер». То есть это история про сверх, про дополнительные усилия, которые раскрывались постепенно в коммуникациях и для B2B, и для B2C. То есть на уровне B2B моторика – это суперкоманда, суперпартнер, супертехнологии. На уровне B2C – это суперидеи, суперамбиции, супервозможности, супербудущее. Мы сформулировали роль моторики для отдельных целевых аудиторий и разработали систему визуальной идентификации. Да, и тут мы переходим, собственно, к логическому уже завершению проекта, к тому, что получилось в итоге. Я немножко покажу процесс, потому что это тоже достаточно интересный… Ну, то есть всегда интересно, что происходило как бы за сценой, да, потому что у нас на старте было несколько направлений, там, несколько десятков направлений. Мы пытались раздвинуть границы между технологией и человеком, искали какие-то общие моменты, которые позволят объединить людей вокруг бренда, и в том числе пытались заглянуть немножко в будущее. Частично мы понимали, что говорим, в общем, мы подошли очень близко к решению задачи, но вот нас как бы что-то не устраивало все равно в финальном результате. мы понимали, что мы находимся в классических контурах проектной работы, а в какой-то момент нам нужно было просто снять эти границы. Второй момент интересный, что параллельно с нами мы дали этот кейс на разработку студентам интенсива в британской школе дизайна, и очень здорово было наблюдать, как люди, ради незнакомые друг с другом, в течение нескольких дней работали вместе, будучи объединены вот такой яркой, вдохновляющей единой историей. В итоге мы поняли, что границы проекта на самом деле определяются нашим сознанием, мы сами себе их ставим. А как сказал Леша, у нас была некая суперконцепция, которая действительно сильно обязывала к тому, чтобы создать такой некий сверхпродукт. И когда мы думали про компанию Моторика, мы понимали, что мы, с одной стороны, должны воплотить в айдентики их ДНК, а ДНК, собственно, их бренда – это сверхчеловечность по сравнению как раз с теми самыми корпоративными гигантами из Европы от Абок, Асур, Тачбионикс, Бибионикс и так далее. Мы понимали, что это именно их отличительная особенность. С другой стороны, нам нужна была такая айдентика, которая позволяла бы управлять коммуникациями и выстраивать образ Моторики в разные моменты времени, общаясь с разными целевыми аудиториями, и при этом айдентика, которая была бы вариативная и цельная одновременно. Так и родилась концепция Моторика «Вместе мы супер», которую мы представили официально на Сколково стартап-вилледж в мае, и нам было очень приятно, что команда и ребята из Моторики очень позитивно отреагировали на ту концепцию, которую мы представили. Мы на самом деле хотели в ней показать, что степень Моторики – это некая степень общих сверхусилий и ответственности, которые компания берет на себя по изменению той самой ситуации на рынке, и ситуации, и сознание людей, общества, процессов, технологий. С другой стороны, это некая степень таких усилий, команды, которые они предпринимают, будучи тем самым проводником для обычных людей, консультантом и надежным партнером для процессных предприятий. Сейчас, Саш, подожди, я закончу, и ты продолжишь. И надежным партнером для венчур капитал, для венчурных фондов. Конечно, все это делалось в том числе ради тех самых детей, супергероев, которые получили благодаря Моторике некие супервозможности. Но на наш взгляд нам удалось создать именно ту самую айдентику, которая воплотила в себе абсолютно разные сообщения и разные целевые группы. И для этого у компании есть, собственно, суперкоманда, супертехнологии, суперамбассадоры, которые несут эту идею в массы. Ну и нам очень приятно, что у нас получилось стать частью этого процесса. И мы действительно там несколько месяцев жили этим проектом, горели им, жили и общались как бы вместе. Это было здорово. Завершая выступление, я бы хотел сказать, что, собственно, у Моторики в данный момент очень интересный эксперимент, потому что они будут развивать ту концепцию, которую мы им отдали. Мы, естественно, их не бросаем и будем их консультировать, но они понимают, что это возможно только силами крутых креативщиков и дизайнеров, поэтому они в данный момент ищут людей в команду. Если кому-то интересно, пожалуйста, пишите мне, и мы вас соединим с Моторикой. В то же время не заканчивается конкурс Brand Heroes. Мы получили предложение от Expo 2020, который в следующем году пройдет в Дубае, сделать похожий проект, но уже на глобальном уровне. И это, конечно, уже другая, еще более амбициозная задача. Но Алеша поставит, наверное, точку. Спасибо большое. Если у вас есть идеи, проекты, пишите нам, приходите в гости, будем общаться, знакомиться. Возвращаясь к эмпатии, я предлагаю всех креативных директоров и стратегических директоров переименовать в директоров по креативной вовлеченности и директоров по стратегической вовлеченности. Спасибо большое. Прекрасного дня. G8 будет сегодня интересным. Спасибо. Прекрасного дня.